Историческая наука Это довольно болезненный процесс внутри самого исторического сообщества, идет смена поколений. Очень многие крупные историки, которые обладали огромным массивом знаний и глобальным видением процессов, к сожалению, от нас уходят. А молодое поколение в гуманитарной сфере растет весьма постепенно, невозможно сразу все объять. И в условиях огромного появления нового массива информации, включая то, что сейчас, например, уже на Западе создаются архивы, где уже имейлы даже президентские как источником считаются, все это обработать, понять и осознать крайне сложно. К тому же, скажем, произошло изменение вообще в представлениях об историческом процессе, об истории. Если в XX веке считалось, что история – это там, где существуют письменные источники, то на рубеже тысячелетий произошла революция в технологиях. И, например, сейчас археология пересматривает практически действительно все датировки, из-за чего возникает ощущение, что все переписывается, все пересматривается. И это, во-первых. Во-вторых, хотел сказать, что, ну, конечно, для нас наиболее болезненный и интересный период – это, скажем, вторая половина XX века. И здесь, с одной стороны, как я уже сказал, достаточно много открылся архивов, с другой стороны, именно здесь, пожалуй, что достаточно значительная часть архивов до сих пор все-таки остается засекреченной. И отечественные историки порою попадают в такую совершенно странную, как бы, инеологичную ситуацию, когда они в более невыгодном положении, чем их, скажем, зарубежные коллеги. Дело в том, что в 90-х годах, ну, по тем или иным причинам, были, как бы, неблаговидные случаи, когда, к сожалению, копируясь, вывозились архивные документы, незаконно зарубежь. Теперь они хранятся в определенных коллекциях при определенных университетах. Иногда архивами целых. Да, а эти фонды после этого были закрыты, и мы не можем ни опровергнуть, ни доказать. Правда, неправда, и мы не можем использовать эти архивы, потому что есть большие подозрения, что там что-то не так. Даже западные коллеги говорят, ну, пустите нас настоящим, как бы, собственно, подлинником посмотреть, проверить. У нас подозрение, что там, короче, все приукрашено. А мы не можем это сделать. И, к сожалению, как бы, это, ну, не проблема архивов. Я знаю, как бы, многих архивистов и директоров архивов, они инициируют этот процесс, как бы, но, к сожалению, там, вот, уж не знаю, недофинансирование или как еще, то есть крайне медленно, сложно действуют эти структуры, которые рассекречивают документы. Из-за этого страдает, как бы, основной мал, и из-за этого мы молчим, как бы, претензии к нам, к историкам, как бы, отечественным, что вот мы не можем что-то возразить или убедительно рассказать про то, что с нами было в 40-е, 50-е, 60-е годы. И, соответственно, на этом, вот, к сожалению, паразитируют многие, вот, такие псевдоисторики, как бы, то, что мы видим на уровне, как раз, вот, поп-истории, поп-культуры, как бы, вот, в истории, которая сейчас во все просветает. Что касается учебников истории, то я, вот, целиком, как бы, согласен с Сергеем Владимировичем тем, как он разложил на три уровня, вообще, как бы, вот, осознание, понимание истории, научный, учебный процесс и популярный. У нас, конечно, явно сейчас перекос в сторону популярного, популярной стороны, но хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, тут еще существенная роль зависит не просто написать какой-то, там, уникальный один учебник истории, немножко, конечно, меня пугает, честно говоря, перспектива одного-единственного учебника истории. Мне кажется, то, что мы спустились от, там, не знаю, там, многих десятков учебников до 20-30, это уже, как бы, большой прогресс рекомендованных. — То есть, это не об одном учебнике, а об одной линейке учебников. — Ну, об одной линейке учебников. — И только для средней школы. — Хорошо. Но, мне кажется, там очень большая роль, недооцененная, принадлежит методистам, которые, собственно, должны правильно выстроить, не просто там написать правду, а правильно выстроить подачу материала, вопросы к урокам, то, как это будет восприниматься, собственно, школьниками. И мне кажется, что, то, что не прозвучало, то, что школьники сильно изменились. Собственно, поэтому, как бы, и такой, с одной стороны, с их стороны запрос вот к различным популярным формам изучения истории, и, с другой стороны, как бы, запрос вот к методистам, к тем, кто пишет учебники, что эти учебники, они, даже если будут написаны, они должны еще быть интересны школьникам, они должны восприниматься ими и интерпретироваться через учителя, потому что даже идеальный школьный учебник, потом на выходе в голове школьника может от него остаться, там, не знаю, процентов 5-6 знаний, а то и вовсе в совершенно искаженном виде. Очень большая роль методистам и очень большая роль учителям истории.